После изучения информации для прошлого ролика у меня скукожился мозг. Я сейчас прохожу реабилитацию, мне противопоказано изучать что-то, кроме интересных быстрых фактов, которые ты бы никогда не загуглил. Как же хорошо, что у меня для этого есть целый формат. Приготовьтесь поднимать себе настроение, обучаться, удивляться и говорить. Давайте разгоночную. Вы наверняка хоть раз натыкались на фотографии рыбы-удильщика. Стремная глубоководная чушь, которую не хотелось бы увидеть в реальной жизни. Но как насчет еще одних удильщикообразных, которых называют морскими жабами? Ничего особенного. А как вам тот факт, что они умеют ходить. Прям ходить. Что? Да, чтобы передвигаться по дну, они научились использовать свои плавники, которые похожи на ноги. Тут подходит любая музыка. Веселая, а может страшная? Оно идет за тобой. А потом уплывает. Чего только природа не придумает, например, людей, которые пытаются эту природу испортить всеми доступными способами. Сейчас поймете. На этой фотографии вы видите полтора миллиона одновременно запущенных воздушных шариков в городе Кливленд. Масштабно, да? Только речь не совсем о них. Этот рекорд Гиннесса привел к экологической катастрофе и даже к нескольким смертям. Что произошло? Однажды благотворительная организация под названием United Way, которая занимается улучшением жизни людей в области здравоохранения и образования, решила организовать одно мероприятие Balloon Fest 86. С его помощью компания хотела собрать средства и в довесок установить мировой рекорд по одновременному запуску воздушных шаров. И как видите, рекорд они сделали. Получили ли они деньги? Как вам сказать? Началась подготовка. Были собраны сотни добровольцев, подготовлены баллоны с гелием и спустя время все полтора миллиона воздушных шаров были готовы и ждали своего часа. 27 сентября 1986 года люди собрались на главной площади города. Начался обратный отсчет. Все шары устремились в воздух под бурные овации. Было бы весело, если бы не было так грустно. Судя по всему организаторы фестиваля забыли посмотреть прогноз погоды, потому что как раз в этот день планировались дождь и прохлада. Такие погодные условия мешают полету шаров, поэтому поднявшись в воздух они чуть ли не сразу устремились вниз. Весь город был ими усыпан. Дворы домов, автомагистрали, аэропорт и взлетно-посадочная полоса, отложив на несколько часов все рейсы. Шары покрыли собой озеро Эри. Может выглядит и красиво, но есть одно но. Накануне на это озеро отправились двое рыбаков и не вернулись домой. Их семьи забили тревогу, заявили о пропаже. Поисково-спасательная бригада отправилась туда, чтобы найти мужчин, но в этот момент эти шары ярости опустились на озеро и не давали спасателям выполнять свою работу. С вертолета ничего не было видно, поэтому операцию пришлось отложить. Да, рыбаков к сожалению спасти не удалось. Позже их тела выбросило на берег. Вот такая вот жесть. Также было огромное количество жалоб на загрязнение озера, причинение вреда окружающей среде, местным животным и дикой природе. В общем эта благотворительная организация тратилась на решение судебных вопросов и очистки города и в итоге потерпела огромные убытки, собирая деньги. Что за ирония? Конечно организаторам этого фестиваля не удалось выйти сухими из воды. Семьи погибших подали в суд на компанию и выиграли. Было принято решение, что если бы не шаровая катастрофа, мужчин бы удалось спасти. И как по мне конечно не факт, но если бы не шары они хотя бы попытались. Веселая рыбка, потом такой мрачняк. Присаживайтесь на эмоциональные качели, тут такого много будет. Но продолжим мы после короткой интеграции. Время без пятнадцати шесть. Обнаружена очередная жертва. Ноутбук. 2018 года выпуска. Почерк узнаваем. Перед поломкой был открыт сайт с перегруженным и кривым неработающим дизайном. Процессор не выдержал такой нагрузки. Конец записи. Черт. Ведите сюда Томми. Посмотри на это внимательно. Пожалуйста, нет. Это сайт Ельской школы искусств. Назвал бы это искусством. Это преступление. Ты уже год не можешь вычислить этого псевдоразработчика сайтов. Это жертва на твоей совести Томми. Мне так жаль, сайты настолько плохие, что при попытке найти зацепку просто все зависает. Видимо у меня не хватает квалификации. Я давно это понял, поэтому записал тебя на курс в образовательной платформе Нетология. О, я слышал о ней. Слышать недостаточно. Курс называется «Фронтенд. Разработчик с нуля до мидл». Ты ноль. Будешь мидл. Что такое фронтенд? Фронтендеры создают лицо сайта. То, что вы видите на любой странице в интернете. На них лежит работа по организации всех компонентов сайта. Контента, кнопок, ссылок. Всего того, что здесь ни хрена не работает. В общем основная задача таких ребят перенести дизайн макет в код. И заставить это нормально работать. Я обучусь и обязательно поймаю след. Плюс ко всему сам научишься создавать сайты и приложения. Проектировать интерфейсы, соберешь портфолио из 9 проектов и почувствуешь уверенность в завтрашнем дне. В этом тебе поможет опытная команда Нетологии, которая будет всегда на связи. А через 6 месяцев начнешь работать по специальности. Я приду. Ты будешь приманкой. Делать сайты и путать этого киберпсиха. Так мы его и поймаем. А вы переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. А по промокоду УТОПИЯ у вас будет 45% скидка на этот и другие курсы в Нетологии. Кстати, Нетология вернет деньги, если обучение не подойдет. В течение первых трех занятий вернут полную сумму. А начиная с четвертого пересчитают сумму возврата или помогут подобрать другой курс. Все, побежали на следующее дело. Помните эту штуку? Мы ее называли пружинка и весело проводили с ней время. Спустя годы мне кажется прям веселым. Наверное даже жалею о потраченном времени в детстве. Но кто из вас вообще мог знать о том, что это военная технология? Что? В Штатах, где была изобретена, она называется Слинки, была изобретена совершенно случайно. В 1943 году Ричард Джеймс служил морским инженером в Филадельфии. И вот однажды ему нужно было усовершенствовать пружины, чтобы вибрации, волнение моря и выстрелы на военных кораблях США не влияли на чувствительные приборы и груз, находящиеся на судне. Он много экспериментировал, использовал пружины разного размера и натяжения, чтобы подобрать идеальную. Весь его рабочий стол был завален разными экземплярами, как вдруг одна из пружин упала на пол и начала перекатываться. Банальная история, я знаю, он мог ее и выдумать, но что поделать. С этим открытием Ричард побежал к своей жене, чтобы показать ей ходячую пружинку. Оценив потенциал этой штуки, они придумали ей название и в 1945 году отправились в магазин на презентацию своего изобретения. Их ждал успех. Игрушка тогда была, кстати, железная и произвела фурор. Но, несмотря на это, спрос на нее то падал, то повышался. У нас она вообще только в 90-х стала актуальна. А почему? Потому что в 1995 году выходит история игрушек. Если помните, там был такой персонаж Спиралька. В английском переводе его звали Слинки и понятно почему. Так вот, благодаря этому персонажу спрос на эту игрушку стал просто бешеным по всему миру. Это получается мы мелкими играли с военной технологией США? Ну это точно план по контролю разума. Зато сколько радости. Правильно говорят, все гениальное просто. И вот еще один пример. Наверняка каждый из вас слышал о знаменитой тюрьме Алькатрас, с которой связано много историй. Там содержались опасные преступники склонны к побегу. Страшно вообще представить, какие жесткие были условия. Вот, например, приготовьтесь. Они, в отличие от других тюрем, в то время могли несколько раз в неделю принимать теплый душ. Стоп. Что? Да, исходя из информации, которую я нашел на сайтах первых попавшихся, где пруфов нет, потом нашел в газетах, старых книгах. А потом говорили на National Geographic и во время экскурсии тоже об этом говорят. Так что да, скорее всего в душевых знаменитой тюрьмы Алькатрас вода была теплой. Но не для того, чтобы заключенным было комфортно. Совсем нет. Там были ужасные условия. Просто это грамотно спланированный ход. Все дело в том, что остров, на котором расположена тюрьма, окружен холодными водами залива Сан-Франциско. Сбежать оттуда, в принципе, было безумно сложно. Но если вдруг счастливчику удалось выбраться из здания и пробраться к побережью, его ждала очень холодная вода. Сотрудники тюрьмы надеялись, что привыкшие к теплой и комфортной воде заключенные, лицом к лицу столкнувшись с холодной водой залива, как минимум будут к этому не готовы и замерзнут нахрен. Умно, конечно. Только некоторым все равно получалось убежать каким-то образом. Да, прием с душем работает безупречно. Идите в шапку! Еще вопросы? Не, хорошая погода, это прям кайф. Мне очень нравится лето, но в нем есть один минус. Гребаные насекомые. Особенно летающие. Ставь жизу, если лайк. Твали пчела гребана. Это не пчела, она же синяя. Наверное, это навозная муха. Сам навозная муха. Есть некоторые виды пчел, которые не привычного желто-черного окраса, а синие-черные. Вы только посмотрите на этих маленьких красивых милашек. Выглядит как фотошоп, но нет, не в этот раз. Отличаются они от своих собратьев не только цветом, но и тем, что они эффективнее при опылении и гнездятся в земле. Это интересно. Их только сейчас начинают изучать. Если вдруг живете в штатах, где они обитают, ни в коем случае не убивайте. Эти милашки супер редкие. Спасибо. Может еще молнию сюда. Надо было прогноз погоды посмотреть. Зато в тему будет рассказать интересный факт. Синие пчелы, конечно, редкие, но не такие редкие, как большие извержения вулкана. Круто, да? Видели молнию? Это очень редкое и невероятно красивое зрелище называется грязная гроза или вулканическая молния. Ее можно увидеть во время крупных извержений вулканов, когда из жерла вырывается огромное темное облако. Механизм возникновения молнии такой же, как в привычных облаках. Во время обычных гроз в облаках сталкиваются кристаллы льда, а во время извержения вулкана электрические заряды накапливаются в облаке из-за столкновения частиц пепла. Можно я задам один очень личный вопрос? У меня у одного извержения вулканов ассоциируется с извержением только в другом, более популярном месте. Не в смысле, что мое место какое-то особенно популярное, а в смысле, что ты видишь это чаще, чем вулкан. Не прям видишь, конечно. Что я несу? За подводку извини, но речь будет про туалетный юмор. Любите? Если раньше в комедиях детства это было на постоянке, то сейчас это табуированная тема и считается дурновкусием. Кажется, люди до сих пор не поняли, что это нечто большее. Согласны? Те, кто любят во время пердежных шуток делать, то я вам сейчас не завидую. Снобы. Да что вы вообще понимаете в большом искусстве? На самом деле весь этот грязный сортирный юмор пошел еще из древности и людям это было смешно и искренне. Шумеры 4000 лет назад, например, да, философы в 5 веке до нашей эры, в средневековье много писали таких шуток, но кажется всех переплюнули японцы. Перед вами древний свиток периода Эда, на котором изображена пердежная война или война при пердежах. Что? Я тоже охренел. Вы вообще видели, что они творят? Пробивают стены, откидывают кошек, переворачивают лошадей и разрушают целые постройки. У некоторых получается отразить атаки, но все равно это ужасное зрелище. Но больше всего, конечно, меня удивила вот эта вот осадная катапульта из пердежа. Ставь лайк, если каждый день дома устраиваешь такое пекальное побоище. Но вас, наверное, интересует, что это вообще такое и какой псих это придумал. Начнем с того, что такой битвы не было в реальной жизни. А жаль. Я посмотрел. Во-вторых, эти свитки называются Хегасен. Я бы назвал их Газен. Понимаете, о чем я? И это просто японский прикол. Но когда газеты начали распространять это высокое искусство, они сопровождали это припиской о том, что японцы в то время таким образом проявляли ксенофобию и вот такое вот отношение к иностранцам. Типа сатира. Но исследование назвало это бездоказательным пердежом воздух. И что вероятнее всего конкретно эти изображения к ксенофобии не относятся. Просто вот такой творческий юмор, относящийся к око-э. Это такая древняя японская эстетика юмора и нелепости. Тем более существуют свитки, которые относятся к другому времени и там тоже все пердят. Видите этот выпердыш? Конкретно он направлен в небо, что как бы обозначает неоднородность бытия и олицетворяет проблемы с поставками фруктов. Видите же? В общем есть ощущение, что мы пытаемся придумать смысл пуком там, где его нет. Может они просто угорали? А может это правда было высмеивание? Сейчас если честно уже и не выяснить. Зато теперь вы знаете, что японцы умели высокий юмор. Хотя сейчас ничего не поменялось. Все, факт закончился. Как по мне он самый прям лучший. Но найдутся и те, кого он будет раздражать. И пусть. А знаете, что меня раздражает очень сильно? Что в кинотеатре люди не могут закрыть свой рот и мешают мне обсуждать фильм с моими друзьями. Но если серьезно, то шум в зале всегда был проблемой. Никому бы не понравилось, если бы грудной ребенок начал хныкать на весь зал. Поэтому родителям надо выбрать день, куда-то скинуть отпрыска и пойти расслабляться. В Австралии в Мельбурне есть один кинотеатр, который называется Sun Theater. Он был основан в 1938 году и у него раньше была одна уникальная фишка. Когда кинотеатр открылся, он был очень популярен. Даже считался самым роскошным в районе. Конечно же люди выстраивались толпами, чтобы попасть туда. И даже семьи с младенцами хотели попасть на сеанс какого-нибудь фильма. Но понятное дело, с младенцами нельзя. Зато была специальная комната, где на время сеанса родители могли оставить малыша спать в коляске. Было бы совсем тупо, если бы его просто оставляли, но нет. Там давали талончик, как на одежду. И самое крутое, что когда младенец начинал плакать, где-то на экране высвечивался его номер. Номер 34. До чего дошел прогресс. А потом ушел. Сейчас ведь такого нет в кинотеатрах. Кстати о них. Не знаете, что посмотреть на выходных? У меня есть для вас рекомендация. Кокаиновый медведь. Недавно вышла такая трэш-комедия. Основанная на реальных событиях. Если вы его посмотрите, то у вас возникнет законный вопрос. Это дичь реально произошла? Серьезно, обдолбанный медведь всех убивал вокруг? Нет. Разумеется нет. Как и все, что снимают на реальных событиях, правда имеет под собой не больше, чем начало истории. А вот что реально произошло. 1985 год. Офицер из управления по борьбе с наркотиками Эндрю Торнтон в итоге стал сам их продавать. Такая вот незаурядная история. И однажды они перевозили с напарником огромную партию белого порошка на самолете. Включили автопилот и направили в Атлантический океан. А сами спрыгнули с мешками полными контрабанды на десятки миллионов. Жадность Эндрю сгубила. Парашют не раскрылся и он... Звучит уже как интересная история, но не все так просто. Не вся контрабанда была найдена сразу. Через пару месяцев был обнаружен черный медведь, который случайно нашел недостающую партию и сожрал ее. Приход медведя представили? На самом деле ученые не уверены, что приход вообще мог быть. Скорее всего он умер после употребления всего 3-4 граммов. И теперь его чучело выставлено в торговом центре. Некоторые не уверены конечно, что это прям вот тот самый медведь, но кому не плевать. Вся история конечно ужасна, спору нет, но как прозвали этого медведя мне реально прям нравится. Готовы? Снежный медведь или Пабло Эскобер? Лучше уже не будет, точно. Лицо ФБРовцев расследовавших дело представили? А вот и отчет ФБР. Но это уже другой факт, просто переход такой прикольный. Это расследование на 119 страницах. Выглядит все очень секретно и наверняка это что-то серьезное. Так и есть. В 60-х существовала группа The Kingsmen. Обычный рок-н-роллчик, ничего такого. Послушайте. Что? Ничего не поняли? Ничего страшного. Никто не понял. Песня называется Луи Луи и текст в ней спят так, как будто они в усмерти пьяные завалились на студию и начали петь это называется. В общем люди подумали. Ничего не понял. Если я ничего не понял, значит там что-то плохое. Звони копам. Жизненно? Ну в общем да, они нажаловались. ФБР начали расследование и выяснили ужасающие подробности. Оказывается, песня настолько всрата была записана или спета, что ничего не понятно на любой скорости. При дальнейшем изучении было решено, что в ней ничего плохого нет. И хорошего тоже. Достойное расследование, которое длилось два года. Спасибо ФБР, что разобрались, что слушать, а что нет. Как без вас люди раньше жили. У них просто не было Яндекс музыки, которая точно подберет треки, которые тебе понравятся. И мне понравятся. И даже текст трека покажет, если допустим ты не смог разобрать современное модное творчество или 50-летний трек. В общем сервис топ. Уже который год кайфую. В 1905 году солдат Джо Мунг тоже решил немного кайфануть. Ушел с военной базы и направился прямиком в салун, нажрался как скотина и начал дебошь. Этот кринж увидел полицейский, офигел с того, что человек в форме такой вытворяет и арестовал. На следующий день суд приговорил Мунга к 30 дням тюремного заключения. Но его адвокат подал апелляцию, тем самым сократив его срок. Вы сейчас нахрен не поверите. Ровно до одной минуты. Судья хотел его наказать, но 30 дней было слишком. Поэтому да, его доставили в тюрьму, завели в камеру, подождали минуту и... Выпустили. Ты просидишь здесь до конца своей минуты, понял? Попытка побега, 10 секунд изолятора. Сука, мы его оставили. Отсидеть за 60 секунд. Смотрели такой фильм? Ну, за 30 дней он в принципе имел шанс образумиться, но за одну минуту такого точно не произошло. Поэтому через год он на борту корабля устроил драку со своим сержантом и его застрелили в целях самообороны. Мораль в чем? В том, что газетные архивы это балдеж. В интернете описывают эту историю как самое короткое в мире заключение в тюрьму. Только вот я получается знаю немного больше. Одна минута в тюрьме это не то чтобы прям вау, это в те времена норма и самый мягкий тюремный приговор. Таких случаев было очень много. И до той ситуации и после. Были на 2 минуты, на 5, 10, 30. Все зависит от степени тяжести преступления, поэтому теперь вы тоже знаете больше. Можно любой из этих заголовков, которые я нашел брать и писать в интернете интересные факты. А моя задача их находить. И я нашел такой, который никого не оставит равнодушным. Готовьте то, чем обычно вытираете скупые слезы. В 1987 году на одной из ферм в штате Небраска на свет появился гусь с одной особенностью. К сожалению он вылупился без лапок. Но несмотря на это он изо всех сил старался не отставать от своих сородичей. Всегда пытался их догнать, чтобы быть рядом с ними, чтобы быть как все, не быть гадким утенком. Но ничего не получалось. Такое случается довольно часто и так остается без внимания в глухих деревнях. Такова жизнь. Но этому гусю очень сильно повезло. В 1988 году эту трогательную картину увидел один американский ремесленник и благотворитель по имени Джин Флеминг. Никто даже и подумать не мог, что эта встреча станет настолько судьбоносной как для Джина, так и для гуся, которого назвали Энди. Мужчина забрал гуся к себе и всеми силами пытался облегчить ему жизнь. Сначала Флеминг разработал приспособление, похожее на скейтборд. Энди гусь про скейтер 4. Мог бы быть, если бы для него это было удобным средством. Но нет, нужно было кое-что другое, что-то простое. И тогда мужчина подумал, а почему бы не надеть ему на лапки детскую обувь? Мда, Флеминг не прогадал. Именно эта идея не только позволила Энди ходить, но и сделала его знаменитостью. Трогательная история этого милого гуся в маленьких кроссовках попала в СМИ. Людей тронула эта история и компания Nike предложила ему пожизненный контракт на поставку своей обуви. Энди гусь стал не просто знаменитостью, он стал примером для многих детей с инвалидностью, которые им восхищались и вдохновлялись. Это рассказ о стремлении, не только о стремлении Энди ходить, но и о стремлении Джина Флеминга что-то сделать для казалось бы обычного гадкого утенка. Фух, сильно конечно. Я бы хотел, чтобы Энди и правда всю жизнь ходил в кроссовках Nike, но эта история не очень хорошо закончилась. Вы же знаете, что чем знаменитей что-либо, тем больше к этому внимания и не только положительного. Энди исчез и спустя время его тело нашли в парке. Это точно было убийство, всех подробностей не хочу раскрывать. Люди были в шоке, начали собирать деньги в фонд для поиска преступника, но убийцу так и не обнаружили. Или обнаружили, но не раскрыли его имя общественности. Да, простите что загрузил, но меня эта история тронула конечно. Давайте отвлечемся. Поднимите руку кто любит шоколад. Я люблю иногда, не часто, но люблю. Но я не люблю рыбу. С детства какая-то неприязнь, только в виде суши и роллов могу есть. В чем связь? В Финляндии существует компания по производству шоколада, который называется тайга. Туда добавляют ягоды типа черники, брусники и его очень хвалят. Но как вам шоколад с рыбой? Что? Как вы себе это представили? Нет, это выглядит не так как в вашей голове. Это буквально рыба в шоколаде. Рыба, шоколад. Теперь это рыба в шоколаде. Если у вас появился рвотный рефлекс, то отменяйте. Говорят, это не то что отвратительно, это даже вкусно. Да, поверить сложно, но это сочетание соленого со сладким действительно хвалят. И более того, этот шоколад получает награды за лучший кондитерский продукт. Так что теперь моя цель это попробовать. Ну и еще их шоколад с кузнечиками и шоколад с мясом северного оленя. Ну и продолжаем парад мерзости. Вы любите сувениры из разных стран? Вот представьте, что вам привезли не магнитик, как это часто бывает, а шариковую ручку из Японии. Что в этом удивительного? Посмотрите на нее внимательно и попробуйте не блевануть. Это не просто шариковая ручка, это ручка с живым паразитом нематодой. Да что происходит с этим миром? Вот этот паразит вызывает инфекцию желудочно-кишечного тракта и в представлении не нуждается. Ну вы возможно задумаетесь, ну зачем? Ну мало говна в мире, ну просто зачем брат или сестра кто-то вообще придумал? Зачем кто-то это вообще придумал? Ответа нет, просто оно там есть и все. Судя по всему, чтобы просто смотреть на паразита, как он там плавает, пока пишешь конспекты или подписываешь документы. Главное, случайно... О, это что, та самая ручка из Японии? Ой, бля-а-а! Возможно так начался фильм «Поезд в Пусан». Но выдыхаем. Во-первых, это было придумано как сувенир в магазине морепродуктов далеко от города. Во-вторых, продавался супер ограниченной партией. В-третьих, признаки жизни паразит будет подавать недолго. Производитель обещает примерно 5 дней. А потом червь умрет. И у вас будет ручка с трупом. Мне больше нечего сказать. Зато есть что сказать о последнем факте этого ролика. Он довольно большой и запутанный, поэтому приготовьтесь. Ответьте на простой вопрос. Как далеко вы готовы зайти ради чего-то очень важного для вас? Хорошо. А как высоко вы ради этого готовы взобраться? Это очень интересная и странная история о дружбе между человеком и природой, а точнее одним деревом. Его зовут Луна и это огромная тысячелетняя секвойя. Однажды в 90-е в этом районе началась вырубка леса одной корпорации. И мало того, что они просто все равнялись с землей, так еще из-за вырубки на склоне начался оползень, который уничтожил городок, находящийся ниже. Как вы думаете, что было дальше? Спокойно, дамочка. Ну-ка извиняйтесь, проклятые корпорации. Нет, я вам дам по 1000 долларов и пойду рубить дальше. Фред, выпиши чек этим бедолагам. Что вы хотели от гигантской корпорации, что они скажут извините и свалят? Нет, они тут же начали рубить в том же месте. Людям не понравилось, активисты тут как тут. И в то время самым действенным методом было залезть на дерево и сидеть там, пока все не уедут. Помогало конечно не всегда, обычно активисты слезали и дерево сразу, но не в этот раз. Это Джулия Хилл по прозвищу Баттерфляй. Она не занималась активизмом, вообще случайно оказалась на одном мероприятии по защите лицов и поняла, что этим она и хочет заниматься. И залезла на секвою. Все такие. Сейчас недельку посидит и слезет. Сносите пока все вокруг. Только вот она ни разу не спустившись пробыла там 738 дней. Что? Да. Два гребаных года активистка сидела на дереве. Спала в палатке, пережила штормы, холод, ливни. Ее пытались шантажировать, угрожали, пугали с вертолетов, морили голодом, но все было зря. Общественный резонанс поднялся неимоверный. Была куча интервью прямо на дереве. Об этом писали газеты и выпускались телешоу, поэтому лесопилке ничего не оставалось, кроме как начать диалог. В конечном счете Джулия с адвокатами смогла договориться с корпорацией и небольшой островок деревьев оставили в покое. Вот так два года нахождения на дереве его спасло. Мило? Это да, но история чутка глубже. Во-первых, знаете как она договорилась с корпорацией? Она заплатила им денег ровно столько, сколько стоило это дерево, 50 тысяч долларов. Люди, разрушившие городок и уничтожившие столько деревьев, вновь получают деньги за это и это, мягко говоря, разозлило многих активистов. Они начали обвинять ее в сговоре с корпорациями, срывали ее выступления и называли продажной, ведь та еще и посмела выпускать книгу у крупного издателя. Несмотря на то, что она побывала в тюрьме за один из митингов и просидела на дереве два гребаных года. Я не могу поверить, что после двух лет жизни на дереве, не касаясь земли, этого все еще недостаточно для людей. Потом появились люди, которые вообще обесценили всю ситуацию. Ведь можно было выступить против, допустим, уничтожения сов в этих районах и попробовать предотвратить вырубку всего леса, а не спасти одно дерево за два года. В общем, она не угодила всем. Но Джулия впоследствии рассказывает, что во времена своей молодости она была такой же воинствующей и в прямом смысле ненавидела корпорации. Первой мыслью, когда она залезла на дерево и увидела лесопилку, было, эх, была бы у меня ракетница, все бы поменялось. Разумеется, не поменялось бы. И хорошо, что из этой риторики она выросла и сейчас говорит, что вместо того, чтобы культивировать гнев на все вокруг, мы, просыпаясь, должны задать вопрос. А что я могу сделать, чтобы этот мир стал лучше? Это работает эффективнее, чем ненавидеть все корпорации и вообще все вокруг. Сейчас она продолжает заниматься всякого рода активизмом и даже попала в песню Red Hot Chili Peppers Can't Stop и вдохновила одну серию Симпсонов. Подытожить можно фактом, что после ее спуска какой-то вандал пытался пилой дерево спилить и у него почти получилось. Благо нашлись добрые люди, которые сделали специальную систему фиксаций. Дерево стоит до сих пор и успешно себя залечило, хоть и шансов было мало. Такая вот многогранная история. Интересно, как вы к ней относитесь и на чьей стороне находитесь. Я выбирать не буду, лишь рассказываю. Истина, как всегда, где-то сзади. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы испытали весь спектр эмоций. Пишите в комментариях, что понравилось больше всего и какой ролик ждете следующим. Хочу напомнить, что дополнительные факты ждут вас на нашем бусте, где также есть секретный чат только для подписчиков. На лайв-канале есть много видео о том, как мы снимаем наше видео, а в телеграм-канале есть наш телеграм-канал. А в магазинах есть комиксы и скоро там будет новая часть. Да, эта концовка сама напоминает магазин на диване. Уж извините, я часто забываю об этом говорить, решил все разом вывалить. Сюда, гитарка. Сейчас я пару дней отдохну, начну по новой всю эту... Нет. Нет. Давай без песни тогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Павли